Телевизионный проект Пластика Лайф представляет клиника лазерной хирургии и косметологии Диплекс. В этом сезоне в проекте Пластика Лайф участвуют две героини. 23-летней Ольге Трофимовой предстоит аугментационная мама пластика, или проще говоря увеличение размера груди. 28-летней Антонине Фоминой необходима операция по пересадке волос. В результате ожога, полученного еще в раннем детстве, на месте шрама отсутствуют волосы. Когда я получила, наверное, года два, может три, маленькая я была. Мама говорит, копеечки что ли меня брать дергнули, я упала и головой прижалась, а раньше же как не было, то это все. У нас в Южнурадске вообще нет медицины, что пересадку волос делать или еще что-нибудь. Скрыть проблему позволяет один единственный вариант прически – длинные волосы, собранные в хвост. Пластика Лайф Перед операцией необходимо утрясти ряд юридических формальностей. Мы с вами заключаем договор на оказание платных детских услуг. Один вам остается, другой у нас в карте. Здесь нужна будет ваша подпись и полностью расшифровка фамилии и имя отчества. Любому хирургическому вмешательству предшествует обследование. И операции эстетического характера не исключение. Ну, я вот задам ряд вопросов, которые меня волнуют. Напомните мне, операции не вложены никаких, но нет. Делаем микроразрезы вокруг каждого волоса. Потом мы их забираем. Делаем также микроразрезы в рецептентной зоне, где у нас рубец. И также пересаживаем. Эти операции сделаны уже много лет. Но в последние годы они, собственно, становятся более совершенными, более безопасными. Идут более естественные результаты. Эти волосы не прибыли. Обязательно не будут выпадать. То есть даже если какие-то проблемы поредения волос в будущем, эти волосы останутся на навсегда. Пластика Лайф В подготовках мамопластики, пожалуй, занимает чуть больше времени. Кроме обязательных анализов требуется примерка. Ну, сейчас нам что нужно сделать? Сейчас нам нужно подобрать импланты, на которые мы будем ставить. Для этого нужно сделать несколько измерений. И импланты мы будем заказывать специально у тебя. То есть все импланты, которые мы используем для лечения груди, они индивидуально подбираются под каждого человека. Это как? Это двойка получается. Давай, сейчас я вам сделаю. Ну, а это вот два с половиной плюс твой. Это будет скоростройка. Сейчас одежду скулью наденьте сверху, и перед зеркалом можно смотреть на себя. Учти, что у тебя вот этот ушах, он тебе полразмера добавляет. То есть получается у тебя слева сейчас где-то два с половиной, справа тройка. Мы можем сделать так и так. Давай два с половиной. Да, два с половиной, потому что будет лучше. Потому что вот это все-таки это уже многовато. Да. Ты невысокая, стройная, тебе слишком большая грудь, ни к чему она будет. Ты будешь даже вот одежду потом делить. Где будем делать разрез? Я подумала уже. Смотри, у нас есть два варианта. Либо мы делаем вот здесь вот по краю ареолы, по самому краю, чтобы сказать, либо вот здесь будет в складке. Он будет где-то 4 сантиметра примерно. То есть вот так. Ну вот чтобы его увидеть снизу, это нужно поднизу заглянуть, так скажем. Все-таки разрезы, которые по краю ареола, они всегда сюда вот идут. Это ты можешь подумать сейчас. Это можно сказать прямо перед операцией. Первым делом возьмусь все свое нежнее белье. Корзину с бельем. Да, я побегу в магазин. Куплю себе наконец-то без всяких поролонов, ушапов новое красивое белье. Жить в старом теле и со старыми проблемами осталось совсем недолго. В следующий раз мы встретимся с героинями уже в день операции. Если, конечно, они не изменят своего решения. Это мы узнаем совсем скоро. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Задай вопрос профессору Диплексу на сайте www.lifenew.me www.lifenew.me Моя новая жизнь. Так все понятно. Меня интересует, как вообще подбирается наркоз. Как-то индивидуально или что как? Да, наркоз подбирается индивидуально. В зависимости от сложности операции. В зависимости от того, где выполняется операция. Допустим, лицо. Одна анестезия, грудь, живот, там другая анестезия необходима. Ну и, конечно, по состоянию здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова